привет всем привет кирилл мы в кое-то веке решили выйти из дома нам нужно сходить в аптеку за хлебом и вот мы утеплились у нас холодно на улице холодно да там просто если не выходила кирилл ходил в школу и он знает холодно там или нет мы оделись потеплее и пошли в аптеку вышли идем но не так уж тут и холодно кириллу холодно капюшон опять ну как бы свежо так но я думала холоднее утром было холоднее наверно сейчас тоже время после обеда ветерок такой неприятный чуть-чуть дует но цветочки у нас еще цветут бархатцы сентября то идем в аптеку потом за хлебом и домой короткая такая прогулка у нас будет все идем обратно почти 300 рублей потратили в аптеке покажу дома ждем покажу что купили сейчас зайдем за хлебом магнит прям осень и осень ненавижу голову прям дали тучить итак пришли мы домой сейчас покажу купили магните хлеб купили вот такой батон нарезан и захотелось шоколадку купить альпингольд 41 рубль акция была грех не купить выбрать клубничную кирилл выбрал вот будем сегодня с чайком кушать хочется сладенького такого чё ты выглядишь иди переодевайся короче 67 рублей магните потратили теперь аптека купили две бутылочки солодки вот у нас как бы сейчас никто не болеет просто на днях было такое что кирилл закашлял вот я думала бы хорошо бы приобрести все чтобы было вдруг ну бывает же да вдруг что чтоб у нас были на лекарства вот сегодня пошла и запаслась и затарилась две бутылочки знаете что меня бесит они так налиты только чё блин нельзя до верху налить или баночки поменьше сделать в общем взяли так сейчас сцены буду говорить у нас аптека юг фарма называется если что самая ближайшая далеко не ходила у нас вообще их тут три или четыре вот прям они как-то рядом находятся три по моему вот мы в ближайшую пошли солодка 22 рубля стоит 2 пертусина пертусин прям в коробке такой тоже пластиковые баночки стали делайте тоже так вот налито 100 грамм бутылочки пертусин у нас 66 рублей главное солодка 22 тоже 100 грамм а пертусин 66 страны цены как-то так и еще взяли фура цилин вот такой фура цилин у нас по 101 рубль стоит здесь у нас 20 таблеточек знаете что мы делаем это для полоскания горлов когда начинает только-только першить глотать больно мы полоскаем горло они желтенькие знаете какие таблеточки прям в воде одну таблетку где-то в пол-литровой или в семисотке баночки разбавляете и для полоскания хорошо как бы бактерии убивает 277 рублей аптеки потратили в общем-то ладно сейчас я все пора ставлю по местам вот это в холодильник обязательно сиропы хранить в холодильнике это просто в аптечку беру беру в принципе фура цилина мы раны промывают это вот как обеззараживающий что ли а вот туда же написано гнойные раны полежние ожоги ссадины царапины трещины порезы тут по горло ничего не написано мы полоскаем а вот одна блефорит конъюктивит промывать можно глаза эмпиема придаточных пазух носа танзелит стоматит гингивит о как в общем хорошее средство 100 рублей недорого так и вот этой баночкой можно целый день одной полоскать одной таблеткой вдвоем например и получается недорого ладно все расставляю и хотела сегодня летнюю обувь выбирать не хочу у нас сейчас 3 часа сейчас Кирилл пока почитает и все сегодня больше не хочу у меня сегодня день готовки был вернее утро такое сложное вот и не хочу ничего делать единственное вот тут сейчас надо прибраться подмести потому что мы тут когда собирались уходить натоптали в общем песочек такой подмести нужно вот и все летнюю обувь не хочу завтра может быть уберу уже не будет такой жары нужно ее убирать все меньше буду болтать оставаться со мной так папа наш приехал паркуется уже во дворе накрываю на стол вчера он покупал вот такую вот селедочку здесь у нас есть картошечка в мундирах я сделала ой микроволновки так кто селедку не ест тем макароны здесь сейчас достану надо огурец вот эту парочку помидорчиков и конечно же сейчас почищу вот эту луковицу с селедочкой с картошечкой мне больше ничего не надо все ладно буду накрывать уже папа наш идет домой у нас следующий день вернее утро доброе утро десять утра я тут потихоньку занимаюсь домашними делами сегодня готовки у меня нету я прибралась и поупирала из шкафа летнюю обувь теперь тут намного просторнее стало протерла все в шкафах полы протерла и здесь целый таз я отобрала летней обуви которую нужно помыть и спрятать ну вот эти кеды просто помыть прятать пока не буду остальное помыть нужно высушить и попрятать тут у меня стирается стирка мужа рабочая одежда в общем вот так вот Костя тут привет Костя сидит играет уроки сделала погода у нас пасмурная дождя не было но как то все равно пасмурно серенько на улице сейчас кинулась нужно Костя на свидетельство о рождении и снилс тексерокопии кинулась искать снилс нашла свидетельства нету в принтере краски нету короче мне придется сегодня бежать делать ксерокс куда-нибудь вот потому что завтра нужно отнести в школу на кружок я говорила до этого уже Костя будет ходить на кружок техническое моделирование и туда нужны вот эти документы и завтра пойдем с ним я напишу там заявление все вот и он останется на кружке а я домой пойду в общем у него будет с утра то есть он пойдет потом еще придет у него будет время пообедать и уйти уже на уроки вот в общем то в принципе удобно более менее нормально там еще в субботу вроде как есть но по субботам мы будем куда-нибудь уезжать частенько мы куда-то уезжаем в субботу поэтому будешь пропускать или смысл ходить по пятницам в общем так и мне еще сегодня нужно поехать по делам на другой конец города поэтому дождусь когда Кирилл придет из школы и поеду ну сначала сбегаю ксерокопию сделаю потом уже сяду на автобус поеду по делам вот в общем так если честно погода такая не хочу никуда ехать но надо надо пообещала обязательно поеду вот в общем так ну сейчас помою сколько пойду наверное все успею наверное помыть поставлю пусть сохнет сейчас такая погода долго будет все сохнет вот и в принципе все на сегодня дел таких у меня больше нету слава богу готовки нету у меня такой немножко сегодня выходной получается так что так вот ладно если что-то будет интересно буду снимать оставайтесь со мной фу я приехала домой ничего не снимала меня не было дома 3 часа эти маршрутки меня вымотали кошмар я так отвыкла от маршруток битком трясет водитель бешеный в общем пришла домой Кирилл тут уроки все учить вот я была у родственников ездила ой два пакетища вот тут привезла вот эти гости гости фу кошмар еле заперла всякая всячина и буду показывать что-то в общем сейчас мне тут нужно будет все это переработать ну там овощи такой фрукты вот сейчас с Кириллом уроки сделаем вот фу как я устала кошмар хотела что-то поснимать но блин некогда быстро 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 везде с маршрутки на маршрутку там прибежала чуть-чуть полчасика посидела и обратно пилить ужас то хоть проскочила в этот вот до как часа пик без пробок ну обратно маршрутка более-менее такая была ну не полная туда и ехала я ее полчаса только ждала туда одна идет маршрутка куда мне надо вот с пересадкой не хотела ехать поэтому я ее полчаса ждала вот но обратно мне повезло больше я буквально подошла 2 минутки маршрутка подъехала фу в общем так вот ладно буду наверное заканчивать этот влог сейчас будем учить уроки потом мне надо заняться тут все это пересмотреть переработать что мне тут дали и все будем отдыхать я даже не в магазине куда не зашла сейчас мужу позвонила чтоб он хлеб купил потому что у меня полные сумки эти вообще еле на 5 этаж их заперла все в общем пойдем пойдем уроки учить разобрался тут поздоровайся привет привет и пока сразу пока все всем пока пока до новых встреч до новых влогов пока 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 не пока 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 не не пока не пока пока не